друзья всем привет сегодняшний факт по программированию уже 8 давайте посмотрим какие вопросы поступили ко мне по разным каналам связи и так вы видите что их на сегодня будет 4 не будем затягивать давайте будем отвечать итак первый вопрос для чего нужен mass transit на самом деле это очень удобная и полезная штука объясню почему смотрите допустим вы будете использовать какую-то очередь сообщений или active mq или rabbit mq или еще другое какой-нибудь мки у неважно на самом деле их много но mass transit имеет возможность как это будет по-русски то нет возможность серилизовать и десерилизовать полученные сообщения для за вас то есть если вы используете например вид мкю то все взаимодействие с ребят мкю идет на уровне стринговых сообщений да то есть там роуты они через специальные паттерны и шарятся вернее шарятся разруливаются то есть через звездочки там слэш и возможно название каналов так вот собственно грамас транзит это надстройка по большому счету на rabbit mq или на любой другой ну вернее на любой другой который поддерживает mass transit поддерживает rabbit mq active mq по моему учета там серже поддерживает а сервис бас в общем mass transit это сериализованные данные то есть если вы поставили rabbit mq и вам нужно через него опустить сообщение и допустим у вас есть какое-то приложение ну например которое должно отправлять очереди а другое должно его получать то вы отправляете сериализованные данные то есть устанавливаете через типизированные сообщения обмен вот как раз через этот мкю более того mass transit сам может настраивать каналы ну собственно говоря очереди да и эксченжи например на rabbit mq они создаются автоматически и в общем-то за вас делают всю львиную работу и это на самом деле очень удобно то есть вы положили какой-то объект класс отправили его в сообщение на другой стороне этот объект класс получен в том же виде это очень удобно но и плюс в том что не нужно настраивать долго мучительно все вот эти вот очереди все вот эти эксченжи на допустим на rabbit mq в общем на самом деле очень сильно рекомендую я в дальнейшем покажу как этим можно пользоваться насколько это удобно не так следующий вопрос пакет медиатор это есть и курс я бы так не сказал смотрите для того чтобы определиться что это такое нужно сначала понять что из них что ну во первых давайте си курс это команд квэри респонсабилити segregation то есть такое понятие как команд это как бы запись базу данных а квэри это запрос респонсабилити segregation как бы разделение да то есть получается что записи и чтение операции записи чтения они были разделены причем архитектор да тот который придумал этот паттерн этот подход он имел ввиду две базы данных то есть операции с базы данных которая была на чтение операции чтения выполнились быстрее поэтому собственно говоря и она обрабатывалась на самом деле гораздо быстрее операции записи произвелись немножко дольше и поэтому не запроизводились другую базу данных и собственно говоря чтобы у вас была целостная база данных между этими базами на записи на чтение был процесс синхронизации то есть конечном итоге вы получали полную базу данных В общем, если говорить про Secure S и Mediator, то это немножко разное, в том смысле, что Mediator это как раз паттерн, это как раз паттерн, который называется посредник, и он упрощает систему разработки в том смысле, что он разделяет процесс на вертикальные слои. Например, допустим, у вас есть какой-нибудь контроллер, и в нем каждый метод, если при использовании Mediator, у вас каждый метод получается вертикальный, то есть, грубо говоря, у вас для каждого метода свои viewmodels, свой request, свой query, вы могли свои injection сделать, потому что это на самом деле разделяет его от других методов в этом контроллере, и полностью огораживает вот этот функционал, вот этот вот контекст этого выполнения. Собственно говоря, они очень похожи, потому что вот Secure S и Mediator, они призваны делать примерно одно и то же, разделить вот этот контекст выполнения запросов. Но, собственно, Mediator, он не только чтение и запись разделяет, хотя и это он делает, но это он делает на более, так сказать, программном уровне, то есть гораздо выше над контролем, в отличие от Secure S. Secure S смотрел прямо в базу, а Mediator это выше над бизнес-логикой, то есть, это такое, как говорит автор, да, Джимми Богарт, автор этого медиатора, этого пакета, он вертикально поделил вот эти вот методы, и у них контекст получился такой более обобщенный. Вы можете использовать разные сервисы, один и тот же сервис, да, какой-нибудь там, или менеджер, или провайдер, да, какой-нибудь класс, вы можете использовать в разных методах Mediator, но, собственно, все сводится к тому, что у вас контроллер призван, если говорить в концепции SP.NET Core, единственное, что дернуть какой-то там квери, да, причем вы это можете сделать и из любого места, и, собственно говоря, каждый вызванный квери имеет свой хендлер, и в этом, собственно говоря, получается и разница. Медиатора от CQRS, то есть, они призваны делать практически одно и то же, я так сказал, ну, то есть, очень похожий, да, но реализация у них диаметрально противоположна, поэтому это не одно и то же, это очень просто похожие системы для написания кода. Итак, вопрос номер 35. Насколько полезен Prometheus в микросервисной архитектуре? Ну, вообще, на самом деле, очень полезен. Для начала нужно определиться, что такое Prometheus. Если я правильно понимаю, Prometheus, ну, то есть, речь идет о том, что система мониторинга Prometheus, которая, насколько помню, open source, позволяет собирать данные с определенных ресурсов, пусть это будут микросервисы или, как минимум, один микросервис, и в каком-то виде показывать графики, вот, за про графики вот этих метрик, да, то есть, Prometheus предоставляет какие-то метрики, которые могут собираться автоматически, и, собственно говоря, вы эти метрики можете писать сами, собственно, ручно, на том, в том месте и при тех условиях, которые вам требуются. Так вот, Prometheus, он работает очень просто, то есть, в какой-то момент определенный, то есть, настраивается в настройках самого Prometheus, обычно там несколько секунд, несколько десятков секунд, он опрашивает ваш сервис на предмет его наличия, на предмет, там, количество запросов, то есть, да, Prometheus должен быть предварительно интегрирован в вашу систему микросервисов и насколько полезен, на очень сильно, да, на все 100% очень полезен. Всегда очень важно знать, работает ли ваш сервис, работает ли он правильно. Более того, Prometheus может собирать не только общие данные, там, количество запросов, временных выполнений или там другие какие-то характеристики или метрики, он, как я уже сказал, может собирать ваши личные, ваши лично созданные, да, собственно, ручно созданные метрики, которые могут описывать не только там среднее количество реквестов или там среднее количество времени на ответный реквест, но и, допустим, данные по бизнес-логике. То есть, у вас есть какая-то метрика, которая считает количество, там, я не знаю, запросов на склад, и вы можете в отдельный параметр это вынести, и Prometheus это будет считать. Работает он по простому принципу, как я уже сказал, опрашивает свои метрики на тех сайтах, куда вы ему укажете. Я думаю, что как-нибудь в дальнейшем покажу. Насколько это полезно? Очень полезно. Особенно, если учесть, что система микросервисов достаточно сложная система, и отслеживать каждый сервис очень сложно, потому что при отслеживании каждого сервиса вы будете узнать только о работе сервиса одного, а когда вы собираете метрики с разных сервисов в одно место, тогда вы будете иметь более цельную картину, потому что это удобно. На самом деле, альтернатив Prometheus тоже, на самом деле, немало. Я использовал Application Insight. Ну, в общем, я остановился пока на Prometheus, и хотя Application Insight, ну, у них немножко другие принципы работы, но суть в том, что и тот, и тот помогает очень четко определять, насколько система в каком состоянии работает, не работает, так или иначе. В общем, полезен, да, сильно. Итак, следующий вопрос. Графана или Prometheus? Что лучше для мониторинга? Ну, в общем-то, тут вопрос такой неоднозначный. Смотрите, Prometheus, о котором было сказано в предыдущем вопросе, это то, что позволяет собирать метрики, но и не только собирать, а еще и показывать в каком-то виде, там, графики использования. Но, смотрите, Prometheus показывает в достаточно скудном интерфейсе, и там очень сложно некоторые функции сделать, например, сопоставить несколько графиков. Очень-очень сложно и, на самом деле, не очень наглядно. Графана. Что такое графана? Графана – специальный такой инструмент для визуализации вот этих вот самых график, метриков или других запросов. Причем, смотрите, Prometheus может собирать эти самые метрики, а графана может их визуализировать. Вот эти два компонента, они между собой очень четко могут быть и вообще обалденно настроены. Помимо того, что графана может привязываться к Prometheus, то есть как соурсу для получения метрик, графана может и подключаться и к другим соурсам, объектам, да, к дата-сорсам. Собственно говоря, напрямую к SQL-серверу или там MySQL-серверу, или, допустим, Elasticsearch, или там, я не знаю. Ну, там, на самом деле, очень много возможностей тоже графаны. Но, смотрите, если Prometheus, он больше предназначен для сбора метрик и для создания каких-нибудь кастомных метрик, опять же скажу, то графана, она предназначена для визуализации. Больше красоты, больше графиков, совместимости, какие-то агрегирующие функции. И графана, и Prometheus, вот вместе эти два компонента позволят вам целиком и полностью отобразить все возможности системы, микросервисной системы. То есть, если учесть, что Prometheus может собирать ваши какие-то бизнес-метрики, да, то есть, которые специализированы там по каким-то операциям, графана их может показать, то есть, допустим, там, количество запросов, там, прайс-листа за последний, там, час, да, или там среднее количество товаров, там, купленных, там, через такую-то, я не знаю, на продакшене, да, то есть, там такие возможности есть. Но также графана, возможно, в смысле, имеет возможность и опрашивать напрямую, допустим, базу данных, да, то есть, например, для отладки. У вас несколько операций по, там, ну, я не знаю, там, по сбору, допустим, продаже товаров, да, каких-то свершилось, а прямой запрос в базе данных может определить, реально ли количество совпадает с тем, что было с продажами. В общем, вот эти два инструмента нельзя, хотя и тот, и тот может визуализировать, но Prometheus, он больше предназначен для сбора метрик, а графана больше для показа. Ну, вот, наверное, вот так вот. Продолжение следует...